Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить бюджетное печенье из нашего детства, которое готовится на рассоле. Конечно, вместо рассола можно взять и молоко, и воду, и кефир, или какой-то даже сок. Печенье вкусное, готовится без яиц и очень просто. А еще этот рецепт постный, то есть веганский. Для измерения продуктов я сегодня буду использовать стакан объемом 300 мл, но также все обозначу и в граммах. Понадобится 1 стакан любой жидкости. У меня сегодня классический вариант, то есть рассол. Полстакана сахара, полстакана растительного масла без запаха, примерно 3 стакана муки, пол чайной ложки соды, либо чайная ложка разрыхлителя, и ваниль. В миску выливаем жидкость, добавляем полстакана сахара, то есть 120 грамм, чайную ложку ванильного сахара для аромата и пол чайной ложки соды. Я сегодня использую рассол, он кислый, поэтому сразу же входит в реакцию с содой. Вся масса начинает пениться. И здесь одно единственное правило. Если будете использовать какой-то кислый продукт, то есть рассол, фруктовый сок, кефир или сыворотка, тогда добавляйте пол чайной ложки соды. Если будете брать воду, молоко или еще что-то не кислое, тогда добавляйте одну чайную ложку разрыхлителя. И, конечно, вводите уже вместе с мукой. Сюда же вливаем полстакана растительного масла, то есть 120 грамм. И еще раз хорошо все перемешиваем. Получается безумно вкусно на свежевыжатом апельсиновом соке. Настоятельно рекомендую попробовать. Если вам не принципиально оставлять печенье постным, то тогда можете использовать сливочное масло. Будет еще ароматнее. Соль я не добавляю, так как в рассоле она уже есть. Далее постепенно подсыпаем муку и замешиваем тесто. Сначала я добавляю по одному стакану и хорошо перемешиваю венчиком. Когда мешать уже становится неудобно, замешиваю руками. В среднем уходит около 3 стаканов муки. Это где-то 450 грамм. Конечно, ее количество может немного отличаться, так как и сама мука по своим свойствам разная. Плюс это зависит от жидкости. Если будет, например, более густой кефир, тогда муки пойдет немного меньше. Добавляйте понемногу и вымешивайте. В итоге должно получиться очень мягкое, эластичное, гладкое тесто. Мое тесто полностью готово. Вот, посмотрите, оно очень мягенькое, нежное, эластичное. Миска стала уже чистой и к рукам она тоже не липнет. Доховку я уже включила разогреваться до 200 градусов. Отщипываем по кусочку теста, скатываем в жгутик и сворачиваем в улитку. По желанию можно обмакнуть в сахар. Тогда получится очень красивая корочка. Тесто очень приятное в работе, совершенно не липнет и хорошо растягивается. Поэтому печенье формуется очень быстро. Я делаю их не очень большими, где-то по 3-4 сантиметра. Можно даже оставить жгутиками, также присыпать сахаром и запечь. Будет тоже красиво. Или, например, просто раскатать и разрезать на квадратики или треугольники. Также можно вырезать какими-нибудь формочками. Если захотите разнообразить печенье, то в тесто можно добавить, например, кусочки шоколада, какие-нибудь сухофрукты или мак. Можно каждый раз менять добавки, брать какую-то другую жидкость и в итоге будет получаться уже новое печенье. На моем канале есть и другие очень хорошие рецепты печенья на любой вкус. В описании под видео я оставлю ссылку на плейлист. Можете зайти, посмотреть и подобрать что-нибудь для себя. Первый противень я уже подготовила и теперь ставлю выпекаться в духовку разогретую до 200 градусов приблизительно на 15 минут. Сверху они должны слегка подрумяниться. Все рецепты на моем канале в режиме вверх-вниз без конвекции. И таким же образом формую вторую часть печенья. Из этого количества теста у меня получается 60 печенюшек. А еще к сахару можно добавить немного какао-порошка или, например, корицы. Будет тоже очень вкусно и красиво. Если будете использовать свежевыжатый сок, то тогда, конечно, добавляйте еще и цедру. Будет супер ароматно и вкусно. Также часть муки можно заменить на какао-порошок и получится уже шоколадное печенье. В общем, это рецепт трансформер. Можете каждый раз менять и все равно будет вкусно. Первая часть печенья у меня уже испеклась. Сверху и снизу оно должно немного подрумяниться. С сахаром очень красиво. Прям блестит корочка. Вторая часть тоже готова. Если запекать немного дольше, то печенье будет более хрустящим. Если оставить вот таким светленьким, то оно будет супер мягким и нежным. Вот оно еще горячее, но видно, что мягкое. Оно вкусное как в теплом, так и в холодном виде. В нашем детстве мама очень часто готовила это печенье, и я его пробовала, наверное, во всех вариациях. И на кефире, и на молоке, и на рассоле, и на воде, и на сыворотке, и даже на компоте. Каждый раз было очень вкусно, и мы это печенье просто обожали. Но, конечно, мама так не заморачивалась с формовкой, просто раскатывала тесто и вырезала стаканчиком. Поэтому печеньки были круглыми. На вкус, конечно, это никак не влияет, поэтому готовьте так, как вам удобнее. Если вам захотелось чего-то сладкого к чаю, то рекомендую воспользоваться таким рецептом. Продукты здесь самые простые, и я уверена, что они точно найдутся у каждого дома. И, кстати, рецепт очень бюджетный, а печенья получается довольно много. Хотя можете быть уверены, что долго оно точно у вас не залежится. С горячим чаем или молочком оно точно уйдет очень быстро. Я уже рассказала массу вариаций, каким его можно сделать, поэтому обязательно пробуйте и делитесь своими отзывами в комментариях. А также присылайте свои фотоотчеты в мою группу ВКонтакте или в Инстаграм. Ссылки на все свои соцсети я всегда оставляю в описании под каждым видео. По сладости печенье получается очень умеренным, но, конечно, сладкоежкам оно покажется совсем не сладким. Можете тогда добавлять больше сахара, например, 200 грамм. Сейчас как раз идет великий пост, поэтому очень надеюсь, что вам такой рецепт тоже пригодится. Сверху оно очень хрупкое, а внутри мягенькое. Если больше подрумянить, то корочка еще больше будет хрустеть, но внутри оно все равно мягкое. Я пошла заваривать чай, а лучше молоко. Надеюсь, что вам такой рецепт тоже пригодится, поэтому готовьте, пробуйте и пишите свои отзывы в комментариях. На сегодня у меня все. Желаю всем приятного аппетита и жду вас в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok